6 тысяч масок, столько средств индивидуальной защиты раздали горожанам волонтеры молодежного ресурсного центра. Такие благотворительные акции добровольцы проводят регулярно. Они ходят по улицам, многолюдным местам, остановкам, рынкам, торговым центрам, разъясняют жителям о важности соблюдения режима карантина. Подробности далее. Общественные места, автобусы, остановки и торговые центры. Волонтеры вышли в добровольный рейд, чтобы еще раз напомнить горожанам о соблюдении правил безопасности. В последнее время многие жители стали забывать об угрозе, которую таит инфекция. Ребята раздают прохожим буклеты и защитные маски, а еще делают замечания тем, кто их не носит. Маску носить нужно, но нос открывать нужно дышать носом, потому что как бы закрываешь нос, дышим углекислым газом, болезни внутренних органов, это биология. Молодцы, что помогаете, действительно. Это сейчас в такое время надо помогать друг другу. Маски, перчатки, ну в общем, все. Старым нам надо поменьше ходить. Все-все надо соблюдать. Ну специалисты-то советуют, они же знают. Для Виталия Никипелова волонтерство – это образ жизни. Этим летом выпускник колледжа принял решение вступить в ряды добровольцев. Молодой человек призывает североказахстанцев соблюдать карантин и беречь здоровье. Акцию волонтеры проводят не в первый раз. В ней принимают участие 10 человек. Сегодня прошлись по центру города. На днях добровольцы обошли рынки, бутики и торгово-развлекательные центры. Жителям они раздали больше 6 тысяч масок. Эта акция организована инициативно молодежи нашего города. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации мы решили еще раз предупредить наших граждан, что нужно соблюдать все санитарные нормы, все требования, которые необходимы, чтобы не заразиться коронавирусом. Подобные акции и мероприятия мы проводим с начала пандемии. За эту неделю волонтеры молодежного ресурсного центра планируют раздать больше 2 тысяч масок. Абай Альжанов, Казбек Арагбаев, Новости МТРК. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...